Всем привет. Лапиэнранта, город и муниципалитет в Финляндии, в бывшей губернии Южная Финляндия, административный, экономический и культурный центр провинции Южная Карелия. Город расположен в западной части исторической области Карелия, на южном берегу озера Сайма, вблизи российско-финляндской границы. Население городского муниципалитета составляет 72 тысячи человек. Город является 13-м по населению в Финляндии. Финское и шведское названия города, как и некоторых других городов Финляндии, различны. Финское название состоит из двух слов Лапин, генитив от Лейб, окраина, и рента, берег. Шведское название также состоит из двух слов Вилдман, дикарь, и стрэнд, берег, что можно перевести как дикарский берег или берег дикарей. Название отражено в городском гербе, где изображен дикарь. Шведское название города в основном историческое, в силу почти полного отсутствия шведов в юго-восточной Финляндии в обиходе не употребляется. Вид центра Лапинранты со стороны озера Сайма белой ночью. Еще в конце ледникового периода предки жителей Лапинранты поселились на моренной гриде, образующей теперь берега озера Сайма. Их привлекало обилие дичи и рыбы. Они строили свои дома на песчаных берегах озера Сайма. Уже в начале Железного века в районе Лапинранты существовали постоянные поселения на месте некоторых современных деревень. Найдены древнекарельские и средневековые могильники. До конца XIII века территория входила в состав владений господина Великого Новгорода, затем была завоевана шведами. В XVI веке поселение было одним из центров торговли сосновой смолой и дегтем. Город основан в 1649 году, когда королева Кристина, по предложению генерала Петра Брахе, пожаловала Вельманстранту городской статус и утвердила герб города. В XVII веке Вельманстрант стал предметом военных споров между Швецией и Россией. Укрепленный город, Вельманстранская крепость, охранял то границы шведского королевства, то границы России. В 1741 году Вельманстрант был взят русскими войсками. С 1743 года. В составе России, уездный город. Вельманстрантский уезд. Выборгской губернии. В 1811 году. Вместе с этой губернией передан в состав Великого княжества финляндского. В XIX веке с открытием курорта и Сайминского канала в городе стал развиваться туризм. В 1885 году. Лапианранту посетила российская императорская семья. Войны разрушали идиллию небольшого города еще три раза в XX веке. Во время Гражданской войны 1918 года, Советско-финская зимняя война 1939-1940 годов. И Вторая мировая война. 1941-1944. В последующие годы Лапианранта превратилась в оживленный промышленный, торговый и университетский город, своеобразный локомотив развития всего региона. Лапианранта имеет приблизительно такой же климат, что и Выборг, однако, так как город находится к северу от Финского залива, то континентальность климата немного выше. Лето прохладное и дождливое, зима умеренно холодная, снежная и длительная. Весна наступает только в апреле, а в сентябре уже начинается осень. Застроенная часть города разделена на 48 центральных. Смотри список. И три отдаленных района Нью-Джама, Джаутсена, Иламаа, а также несколько прочих населенных пунктов. Смотри список. Общая площадь города составляет 1723,5 квадратного километра, из которых 290,14 квадратного километра приходится на водную поверхность. Список центральных городских районов. Номер, название, 01, Линнайтас, крепость, 02, Кэскас, центр, 03, Келпила, 04, Пэллоу-Тистер-Нэми. 05, Дэвэй-Ри, 06, Тайки-Намаки, 07, Кимпинан, 08, Лэпила, 09, Пэлтала, 10, Алакива, 11, Тики-Киви-Харджа, 12, Кэсамаки, 13, Каасэва, 14, Рэйджила, 15, Харапайнан, 16, Матива, 17, Мантива, 18, Ихалайнан, 20, Вайсалми, 21. Саалахти, 22, Кивисалми, 23, Коринайми, 24, Каасимаки, 25, Лентакэнта, Аэропорт, 31. Паркарила, 32, Кокас, 33, Ларецала, 34, Твоерила, 35, Лапваси, 36, Хакали, 37, Мастала, 38, Малкиа, 39. Хартикола, 40, Кнованса, 41, Лайхия, 53, Паярила, 54, Корхаваоре, 55, Херимаки, 56, Мелимаки, 57, Хайсилта, 61, Лавала, 62, Ааславала, 63, Каурала, 64, Скиннерила, 65, Саманлахти, 67, Салкахарджа, 68, Ратала, 69, Раахалампе, деревня, Вайникала, Кансалафай, Конту, Лоука, небольшая часть, оставшаяся в составе, Финляндии, Мойся, Рауха, Руакола, Симола, Ханхиярви, Хейваниямифай. Транспорт. Город имеет удобное и автомобильное, и железнодорожное сообщение с другими регионами Финляндии и России. Начинающийся от города Сайминский канал оказывает значительное влияние на жизнь города. Аэропорт Лапиэнранте. Самый восточный аэропорт Европейского Союза. Кот Иата, Ильпп. Расположен в пределах основной части города, несколько в стороне от центра. Расстояние от Лапиэнранте до Выборга, 60 километров, до Санкт-Петербурга, 200 километров. Авиакомпания Air Baltic начала 12 ноября 2009 года полеты из Лапиэнранте в Ригу, откуда можно попасть в более чем 60 городов мира. В марте 2010 года начались полеты компании Ryanair из Лапиэнранте в аэропорт Вёдса, Германия. Расположенный рядом с Дюссельдорфом, также открыты направления на Брюссель, Шерлеруа и Милан, Пергамо, два раза в неделю. С 17 апреля 2012 год. Ryanair отменил рейсы Лапиэнранта, Брюссель. С 1 июня 2012 год. Финская авиакомпания Blue-1 открыла сообщение на Копенгаген, который был отменен в конце года. С 2013 года авиакомпания Ryanair запустила рейсы из Лапиэнранты в Барселону, Жерону, в летнее время. С лета 2015 года аэропорт был недействующий. С весны 2018 год. Рейсы Ryanair в Милан и Афина. Прямые рейсы в аэропорт Берлина. Ченефелт. Из Лапиэнранты появятся в начале апреля 2019 года. Летать в столицу Германии самолеты Ryanair будут дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Таким образом из Лапиэнранты можно будет улететь в Италию, Милан, Бергамо, по средам и субботам, Грецию. Афины по средам и Салоники по четвергам. И Германию. Берлин-Шунифельд. Железнодорожная станция Лапиэнранты. На скоростных поездах можно доехать из Хельсинки до Лапиэнранты примерно за два часа. Железнодорожные автобусные вокзалы находятся рядом друг с другом, направление на них на городских дорожных указателях обозначается Маткейкскас. 19 января 2013 год. Старое здание Императорского вокзала, один из архитектурных памятников города, было уничтожено пожаром. Немногим южнее Лапиэнранты находится железнодорожная станция Вайникала, через которую осуществляется пассажирское сообщение между Финляндией и Россией. Однако прямого железнодорожного сообщения между Вайникалой и Лапиэнрантой нет, только через станцию Ковала. Из Лапиэнранты до Вайникалы можно добраться на заранее забронированном такси. С 1 января 2019 года. Перевозками до Вайникалы занимается таксомоторная компания Кайо Ной. Стоимость проезда – 10 евро с пассажира в один конец, проезд для детей до 17 лет – 5 евро. Движение поездов и междугородных автобусов в ночное время не осуществляется. Пассажирские перевозки в Лапиэнранту осуществляются как на рейсовых, так и на туристических автобусах. Рейсовые автобусы отходят от автобусного вокзала, гостиницы «Пулковская» и автобусной остановки на площади между Московским вокзалом и ТРК «Галерея». Туристические автобусы ежедневно отправляются от площади Восстания и Финляндского вокзала. Есть также микроавтобусы, которые доставляют пассажиров от адреса до адреса. Автобусы с российскими туристами, челноками у гипермаркета «Призма». Образование. В городе действует Сайминский университет прикладных наук, а также технологический университет, образованный в 1969 году как высшая школа экономики и преобразованный в 2002 году в университет. В городе располагается центральное подразделение школ в Восточной Финляндии с углубленным изучением русского языка, другие филиалы в Йоэнсу и Эматре. Достопримечательности. Церковь Лапиэнранте. Крепость Лен Нойтус. Лен Найтас. Памятник Сайминской Нерпе. Православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь Саманлахти. Музей Сайминского канала. Художественный музей Южной Карелии. Мемориальное военное кладбище Санкарихаут Усма. Дом-музей купца Ивана Волкова. Волкофин Таламаса. Конный памятник Драгуну. Раканапацас. Музей авиации Карелии. Англ. Королео и Эвейшн Мюзеум. Лапиэнранте является родиной финских металлгрупп Бэтлуа, Макома, Катита, Лесаас и Хорна. В городе имеется музыкальное училище. Дважды в городе проходили матчи чемпионатов мира по хоккею с мячом. Это был чемпионат мира по хоккею с мячом 1967 и чемпионат мира по хоккею с мячом 1975. В феврале 2004 в городе прошел первый чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин, а в феврале 2014 года седьмой чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин. В феврале 2009 года прошел первый чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек. В апреле 2014 года прошел очередной чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров. Каждый год на берегу Сайминского озера сооружается песчаная крепость, окруженная разными фигурами. Сюжеты, по которым строятся крепости и фигуры, каждый год меняются. Язык. В постсоветское время в городе выросла и значительная русскоязычная община, сохраняющая трансграничный характер. В последнее время россияне все чаще выступают не в качестве экономических мигрантов, а в роли предпринимателей, собственников жилья и земли. По этой причине отношения русскоязычной общины с финским большинством осложняются, несмотря на поток российских инвестиций в местную экономику. Экономика. Целлюлозно-бумажный комбинат в Лапенранте. Запланированное в 2013 году строительство в местечке Мустала близ города комплекса шведского мебельного гиганта Икея, в июле 2014 года было приостановлено. В самом городе для привлечения российских туристов открыт частный магазин класса «Люкс Гранд Арчиди». С ноября 2014 года функционируют в формате аутлет. Скидки от 20% до 80% круглый год. Планировавшееся к введению в городе с 2013 года прибавки туристического налога в размере 50 центов за ночь к стоимости номеров городских гостиниц вызвало критику в налоговом ведомстве Финляндии и была заблокирована. Энергетика. В 2012 году технологическим университетом совместно с городской администрацией разработана концепция, по которой небольшие домашние хозяйства получат возможность переводить избыточную солнечную энергию со своих панелей в централизованную городскую энергосеть. Гарнизон. Город имел большое военное значение в 18 веке, когда он находился на границе России и Швеции сначала с одной, затем с другой стороны. В 19 веке здесь размещался крупный русский гарнизон. По шведскому названию города именовался Вильманстранский 86-й пехотный полк. Между двумя мировыми войнами в бывших русских казармах размещались финские воинские части. В послевоенное время гарнизон здесь сохранился, но в первые годы 21 века его территория была резко сокращена. Советский танк Т-54, принадлежавший оборонительным силам Финляндии, одна из боевых машин-памятников при входе в гарнизон. Караульный грибок цветов финского флага при бывшем входе на территорию гарнизона. Часть гарнизона, которая продолжает использоваться военными. Города Побратимы, Эстония и Раквери, Исландия и Стикис Хаульмюр, Норвегия и Драмен, Швеция и Эребру, Германия и Швебиш Халь, Венгрия и Сомбатхей, Дания и Кольдинг, Россия и Выборг, США и Лейкворд. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.